Итак, родные сердца, о чем я хотел сказать, ребята? Почему важно сейчас стать фаундером и включить у себя фаундеров в команде, а то есть создать нового суперинтеллект-тренера? Ну и, естественно, сделать его практикующим интеллект-тренером, ребята. Всегда я делаю акцент, ребята, у вас зажигаются фаундеры, включаются новые суперинтеллект-тренеры, это должны быть практикующие тренеры, которые проводят суперинтеллект-тренировки, которые проводят презентации, действуют, ребята. Только таким образом можно построить команду, только таким образом можно сделать наше великое дело, правильно? И всегда говорят, это действительно правильно, это действительно правда. Мы слышали такую фразу, что каждый человек заслуживает в своей жизни то, что заслуживает. Слышали, да? Что не просто так все в жизни происходит. У кого какие-то квартиры, машины, деньги, слава, почет, уважение, так ведь, друзья? Или наоборот, потери, неудачи, какие-то там еще что-то происходит, болезни даже, да? Они говорят, ну, заслужил наверняка, то есть, да? Или так вот, ну, судьба там, жизнь привела. Так ведь говорят, да? Да? Обычно, то есть, ну, всегда так, ну, здравомышленные люди, то есть, которые понимают, что кто берет ответственность на себя, то есть, да? Весь мой путь, это мои вчерашние мысли, слова, действия. Так? И все, что в нашей жизни появляется, это вчерашняя наша жизнь. Ну, люди, которые не понимают этого, которые неосознанные, они говорят, это не я, это судьба, это повезло. Я раньше такой был, когда у меня была мебельная фабрика, я ездил на джипе крутом, то есть, в своем городе, то есть, да? Был представителем Совета предпринимателя Елаборского района, у меня такое чувство было, как будто я это не заслужил. Как будто вот это что-то такое, знаете, это еще неосознанность была, то есть, да? Я не понимал, что, ну, я просто создал это в своей жизни сам, то есть, да? И вот это вот состояние, вот это вот, не заслужил, вот это все, вот это вот, как-то вот, немножко такие вот были состояния, и, знаете, когда такое состояние, ты теряешь это. Ты это теряешь. И я потерял. Прошло три года, банкротство, ребята, все потеряно, все, вот это, ребята, положение в обществе, и не только это, даже семья развалилась у меня. Вот так произошло. Поэтому надо всегда себе говорить, я это заслужил, я заслужил эту победу, я заслужил эти регалии, я заслужил этот доход, я достоин этого, я достойно этого, да? Ну, и когда у тебя неудача, ты тоже должен сказать, я это заслужил. И это, это не судьба, это не, это не злой рок, ребята, это не порча. Ребята, я это заслужил, понимаете? Что надо делать по-другому, как надо думать, что нужно делать для того, чтобы что у тебя были другие результаты. А нам всем нужны суперрезультаты на этой неделе, согласны, друзья? И нам нужно создавать суперкоманды, которые делают колоссальные результаты, правильно? Да? И мне понравилась недавно такая фраза, ребята, такая фраза, такая цитата, не знаю, кто ее сказал, смотрите, звучит она так. Так, если все деньги мира у людей собрать, вот есть богатые люди, вот доллары, миллиардеры, миллиардеры, если все деньги у них собрать, все имущество собрать у них, и раздать всем ровно 8 миллиардов людям, то есть это поровну, имущество, деньги, всем-всем-всем раздать обратно, всем раздать деньги, ровно. То пройдет 2-3 года, те, кто был богатым, станут опять богатыми, а те, кто был бедным, станут опять бедными. Почему мышление, мысли, привычки, поступки? Если у человека не изменилось мышление, то он опять возвращается к тому результату, в котором он был. И он все потеряет. Все, ребята, уйдет, ребята, потому что как ты думаешь, как ты говоришь, что ты делаешь, как ты поступаешь. Правильно? Вот так. Мы с вами, ребята, счастливчики. Смотри, Артем, сейчас смотри, Артем с тобой счастливчики, знаешь, Сонга, мысли. Знаете, почему? А потому что мы тренируем сами у себя это мышление на собежан-тренировках, великих людей, успешных людей, да? И еще даем это другим людям. Это мышление величайших лидеров, масштабных людей. Расширяем масштаб личности у человека и у себя. Это же круто, друзья. Это же замечательно. Вот подумайте только об этом, хорошо. И вот смотрите, этот масштаб личности, он вот так вот за один день не может вырасти. Надо постоянно тренироваться. Ребят, за неделю, за месяц нельзя накачать красивое тело. Нужно постоянно тренироваться. Так же и с нашей личностью. Так же с нашими привычками, да? Которые ведут нас к успеху. Которые нас ведут к суперрезультату. А нам нужен суперрезультат. А какой суперрезультат? Это большие и огромные доходы. Это важно быть богатым. Вот быть бедным – это слово беда. Беда. Беда в мыслях. Беда в масштабах личности. Поэтому, ну, бедная жизнь. А богатый. Богатый ментально. Да? Он богатый материально. Во всем. Правильно? Вот в чем суть, друзья. И вам нужно растить вот это богатство ментальное. А что такое богатство ментальное? Это уверенность, дисциплина, масштаб личности, мечты масштабные, ребята. Вот. Наращивайте этот масштаб. Выращивайте его у себя. И смотрите, самый главный рассадник, ребята, в выращивании своего масштаба. Это прописано всеми веками уже, ребята, всеми цитатами великих людей. Это среда, где ты находишься. Так ведь? Да? Если ты можешь находиться с маленькими людьми, маленькие мысли, маленькие цели, маленькие привычки, ты впитываешь их. Даже они тебе не рассказывают про них, ты впитываешь, ты начинаешь думать, как они, делать, как они. Да? Вот Урон Баффет говорил так, если ты начнешь общаться с четырьмя, там, допустим, если ты начнешь общаться с двумя долларами-миллионерами, ты станешь третьим. Если ты начнешь общаться с двумя, то есть, бездельниками, ты станешь тоже третьим, понимаете? Если ты начнешь общаться с двумя неуверенными людьми, ты станешь неуверенным. Ты будешь впитывать их привычки. Да? Великие люди знают, ты знаешь, начинаешь общаться с долларами-миллионерами, с уверенными людьми, великими людьми, те, кто стремятся к великим результатам, ты становишься таким же. Вот почему важно было попасть в Батуми, почему важно быть на всех школах суперинтеллектренера, ребята, суперинтеллектренера, ребята, и, ребята, лидер суперджамп, выполнять промо, потому что ты попадаешь в совсем другую среду, и ты растешь. Почему я вырос, почему Артем Яровой растет? Да потому что мы общаемся с Владимиром Довганем, потому что мы, ребята, постоянно тренируем, слушаем свой ауттренинг, развиваемся, и развиваем других людей, и мы сами развиваемся, и наш масштаб личности растет, оказываясь в той среде, с теми наставниками, людьми, мы учимся думать, как они, говорить, как они, делать, как они, и растем. Мы сами того не подозревая создаем себе вот эту вселенную, великую вселенную, а как себе быстро наращивать это? Попасть, ребята, в ту среду и быть максимально в той среде, где есть рост, где есть богатство. Вот все те ребята, кто ездил в Батуми, они приехали оттуда совсем другими. Согласны, ребята? Поставьте лайки, огонечки, ребята, в комментариях. Напишите. Совсем другой масштаб личности, больше уверенности, больше мечт. У кого вырос, ребята, ауттренинг? Кто там масштабы там по доходам увеличил? По команде, ребята, кто? Кто увидел этого, ребята, на сцене людей, там, сказал, да я хочу такую команду, как у Расула, как у Егора, как у Артема Мирового, ребята, я хочу такую команду. Кто, у кого такое произошло, ребята? Произошло, ребята? Вот, масштаб личности ваш вырос. Вы попали в другую среду, и вы просто находились рядом, вы молчали, лидеры могли молчать просто-напросто. Вы уже впитывали от них эту энергию. Как? Думать надо, как делать надо, ребята. Вот в чем суть. Да? И сейчас у вас есть шанс, уникальный шанс, стать фаундером сегодня, забрать это. Попасть на все школы фаундеров, ребята, супердиректренеров. Да? Создать как можно больше фаундеров у себя в команде, ребята, да? И попасть, ребята, в Дубае. Попасть, ребята, в Дубае на круть, ребята, наивеличайшее мероприятие. Первый конгресс, ребята, да, лидеров суперджамп, ребята, первый конгресс лидеров суперджамп, ребята, на закрытую школу Владимира Довганя пообщаться, а как он думает, а как он говорит, а как он мыслит. Мне всегда волновало, а как думают великие люди? Как они поступают? Вот подумайте, хорошо. Я всегда сравню. А как бы сделал Владимир Довгань? А как бы сделал Рэй Крок? А как бы сделал, ребята, то есть Урен Баффет? Да? А как бы сделал тот или иной великий человек? Да? В данный момент. Как бы поступил тот лидер, который ведет за собой? Какие поступки он, какие слова говорил? Как бы он сделал сейчас? Отдыхал бы или делал свое дело? Зажигал сердце или нет? Брал слово, говорит, я беру слово, что я это сделаю, и выполнял это. Или наоборот, он сказал, нет, нет, я этот, Сергей Павлович Караров, да нет, попозже как-нибудь ракету запустим, да что-то я сомневаюсь, да не знаю, не знаю, там, да. Как они поступали? Они как поступали? Они брали ответственность, мечтали по-крупному и шли за своей мечтой. Несмотря ни на что, правильно? И вот именно вот это впитываешься, когда попадаешь в среду, в это общество, и ты растешь с ними. Вот так, друзья. Почему важно сейчас стать фаундером именно на этой неделе? Почему важно быть на всех супершколах, ребята? Кто был, ребята, во вторник на супершколе Владимир, этот, как он, Егор Белозеров давал школу, ребята? Кто был на школе, ребята? Много знаний, много энергии, вы стали уже другими. Правильно? Вот в чем суть. С каждым разом, когда вы общаетесь с такими людьми, кто уже достиг результата в ассоциации, у кого есть результаты, вы впитываете, как надо думать, как надо говорить, что нужно делать. Вы впитываете, да, и создаёте свою модель поведения, эти привычки впитываются в вас. Ваше мышление трансформируется. Мышление. Будете общаться больше с домохозяйками, которые ничего не добиваются, или там с обыкновенными ребятами, которые сидят там на лавочке, на рыбалку ходят. Вы будете ходить на рыбалку, на лавочке сидеть. И подальше посуду будете, так далее, так далее. Или у вас появится посудобоечная машинка, которая вам будет помогать. Или две, или три, ребята. Жизнь ваша будет меняться, трансформироваться от изменений вашего мышления. И вот я вас призываю, ребят, на этой неделе попасть в ту самую среду, попасть в то самое место, где будет колоссальный рост у вас и у вашей команды. Привести как можно больше фаундеров, супер-эдиктейнеров, ребята, как можно больше лидеров супиджа в Дубае. А чтобы это сейчас сделать, нужно проводить много тренировок супиджам. Две тренировки, три тренировки, четыре тренировки, ребята. Три-четыре тренировки в день нужно сейчас качать для того, чтобы создать великую команду. Немного говорить, ребята, много проводить супиджам тренировок, ребята. Ребята, вот в чем задача. Вот в чем задача, ребята. Немного рассказывать, немного думать, ходить об этом, как я хочу, как я хочу. Думать, а много проводить супиджам тренировок и сделать все, чтобы это произошло. У тебя и в твоей команде. Вот тогда будет колоссальный рост. А это большой труд. Это огромная сила, которую вы можете создать. Энергию, в которую будут еще больше и больше приходить ребята-лидеров, ребята-фаундеров новых, и мы делать будем наше великое, легендарное дело. А нам так нужны сейчас амбициозные новые супергерои, легенды, с которыми мы изменим весь мир. Создадим как можно больше счастливых, духовно-нравственных, великих, гениальных людей. Правильно, друзья? Вот ради чего мы это делаем. Правильно? Ну и все цели мы с вами сегодня уже обозначили. Ну что, родные сердца, что нужно делать сегодня, ребята? А? Что нужно сегодня делать? Напишите, ребята, зажигать фаундеры, сердечки-поставник. Что сегодня нужно делать, ребята? Зажигать фаундеров, ребята. Создавать супер-энергию, создавать супер-энергию. Ребята, создавать. И важно не действие, а результат. Ребята, вас будут оценивать не по звонкам и действиям, а по результату. Идите и создайте свой результат. Идите и совершите свой подвиг. Идите и зажгите сердце, ребята, чтобы у вас сегодня в первой линии, во второй линии в команде появились новые, ребята, супер-энергию, новые фаундеры, супергерои, ребята, величайшая индустрия ассоциации. Ну что, друзья, родные сердца, полетели, полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию, друзья. Полетели, родные сердца, зажигать сердца.